гляньте как они низко растут а так и хочется руку протянуть и стырить 1 ай-яй-яй блин гляньте как они крепко прикреплены но все равно а представьте у кого думал такие вот штуковины а кстати каждая из них мне стоило сока почти 56 евро 5 евро где-то каждая но по весу все зависит а вы гляньте сколько у них здесь это же все грохнется блин цити какой мусор ну а с другой стороны вот это вот делать разные напитки класс правда всем доброе утро мои хорошие как дела у нас сегодня смотрите малюха пасмурно говорят что на этой неделе будет меняться температура но у нас по крайней мере дождей нет какой-то по всей испании говорят что многих местах идут дожди час но мы еще спаслись кстати у нас сегодня очень очень знаменательный день в испании потому что у нашего короля есть дочка и сегодня исполнилось 18 лет и она сегодня будет договориться принимать присягу перед флагом перед испании исторический момент представьте исторический если кто живет в испании обязательно посмотрите как это будет происходить и конечно же у нас халлоуин в принципе халлоуин будет завтра что представьте в среду у нас праздник у нас тоже халлоуин ну я знаю что очень многие его не любят потому что может не понимают у нас такая традиция что поделаешь кстати вы знаете я не собираюсь никуда выходить на какие-то торжества там и где-то отмечать потому что немножко стремновато вы знаете именно сейчас где-то собираться лучше как говорится где-то дома рядышком может что-нибудь накрашусь девочки знаете что мне очень нравится прикалываться так что я обязательно может быть что-то придумаю 1 ноября ребятки здесь тоже очень большой праздник для испанцев это день не это дало сантуз когда обозначает что люди идут на кладбище и проведают конечно же всех своих умерших проверяет все могилки но вообще вы в курсе да что здесь же по-другому хоронят не так как у нас у них здесь есть не чувству такие не чувств получается как домики я вам поставлю заставочку знаете в основном все вот эти вот не чувств они довольно таки не дешевые потому что в основном каждая семья имеет свое и за нее платят конечно налоги получается чтобы похоронить человека с здесь у вас должно быть свое место я вам цену не скажу конечно боже упаси кому-то знать но честно говоря здесь не так хоронят как у нас в земле здесь почти не хоронят ну а если у вас нет места то конечно его нужно будет со временем приобрести и давайте поменяем тему правда ну то есть получается какой-то у нас двойной праздник халлоуин праздную 31 и 1 у нас идут люди сразу на кладбище но дело в том что наверняка будет идти всем люди 31 потому что это выходной если честно я насчет этого слава богу никогда не наблюдала этого все но я знаю что очень люди собираются многие покупают цветы многие идут с такими веночками как у нас очень даже похоже сегодня на море девочки кому нравится море 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 волнуется раз сегодня слава богу ветра не то сегодня слава богу нет ветра кстати я завтра отдыхаю представьте сколько праздников и сейчас начинается потом в декабре опять будет праздник блин пипец а ну с одной стороны классно принципе отдыхаешь но с другой стороны надо же работать правильно никами сильно не наживешь вот представьте сейчас у нас один праздник потом в декабре начинается мне кажется 8 или 6 я не помню еще какой-то праздник de constitucion мне кажется 8 потом начинается у меня день рождения у мамы 17 декабря 19 декабря на николая кстати у меня доченька родилась одним потом старый новый год начинается и после старого нового года начинается 31 наши новый год так что у меня праздников будет даже отпуска мне кажется брать не надо только особенно надо работать работать и с на деньги ниоткуда брать не знаю почему но на наверное на вкалывать кстати напишите кто у нас тут тоже родился на николая как моя дотя и моя мама не надо было так родить ребеночка ран тан 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 смотрите какой у нас сегодня день возле моря девчоночки море море Саниславу, хоть ветра нет, а, девчонки Дорогие мои девчоночки Я сейчас только что записала одно видео Помните, у меня спрашивали По поводу домов возле моря Я уже сделала это видео Если вам интересно, зайдите на мой новый канал Жизнь в Испании своими словами Видео уже готово Вам будет очень интересно, советую Я рассказала все подробности Как это есть, по нашему Потому что я и правда, как говорится, живу в Испании И я работаю в этих домах И, конечно, вижу эти все проблемы родные мои Повседневно Именно слышу этих хозяев, которые Рассказывают и жалуются о постоянных стройках О постоянной пыли О постоянной влаге И, конечно же, это с первых уст моя информация Эти выходные, ребятки, поменяли Перевели часы Боже, какой это кошмар Я вчера пришла с работы и уже темно Боже, это просто депрессняк какой-то Я не знаю, лично я Очень тяжело переношу эти перемены Все темно Такое ощущение, что спать уже нужно ложиться Ну, конечно, к этому нужно привыкнуть Но я именно привыкаю Я не могу сказать Больше недель, наверное Я не знаю вообще Дофига они это делают Говорят, что, мол, типа В 25-м году Они перестанут переводить время Взяли бы уже и сейчас Взяли и прекратили, правда? У нас, кстати, все немножко прохладненько Может, это возле моря Но вот именно влага Девочки, влага пипец Кости влазит Спасибо вам огромное за ваши рецепты По поводу люмбальхии Да, и правда, девочки Спасибо, что вы делитесь Потому что таким образом Другу помогаем Кстати, огромное спасибо Что посоветовали за мед Я не помню, кто мне написал из девочек И правда помогает Ну, конечно, надо пить таблеточки Надо беречься Маме уже, слава богу, намного лучше Знаете, и правда Я заметила по комментариям Что очень многим людям Тяжело расставаться с своей одеждой Всегда хочется именно Чтобы твое именно было В хороших руках потом Может, кто-то попользовался этой одеждой Всегда приятно Правда, девочки? Многие берут, выбрасывают контейнера Без всякой такой, знаете, боли в душе Кстати, очень странно наблюдать за этим Правда? Почему так происходит? Может, потому что нам тяжело Достается эти покупки Эти шоппинги Эта вещь, которую, как говорится Хотелось давно купить Это зависит от человека Девочки Кстати, напишите свое мнение Я знаю очень многих людей Которые С деньгами люди Вы знаете Но именно хотят Чтобы их одежда Была в хороших руках Чтобы ее поносили Иногда даже беру Специально Отсылаю фотографию И показываю О, смотри Как мне классно пошло Твое платьюхо Или твоя ковтенка Не знаю Они сделали мне приятно И мне тоже хочется сделать приятно Правда? Я не брезгую одеждой Которую мне дарят Почему бы и нет, ребята? Почему бы и нет? Еще по поводу одежды Что я хотела вам рассказать Вы знаете В последнее время Что я еще заметила Я тоже очень часто Раньше выходила на люди Ну, кажется Помоложе были Выходила раньше на дискотечки Где-нибудь прогуливалась А вот в последнее время Абсолютно нет времени и желания Приползаешь домой Как многие вы написали Правда? От усталости Единственное Хочется упасть И мордой в салат Можно пойти куда-то Выхожу Но особо недалеко Как говорится Ни какие-то мероприятия шикарные Иногда бывают Эти вечерние платья Уже на них смотришь Думаешь Ну, куда я его одену? Вот так с годами У нас одежда Вы знаете Становится более такая Вот, как сказать Повседневная Правда? То, что нам удобно одеть Ну, что было немножко элегантно Но тем не менее В основном спрыгиваем С каблучков Спрыгиваем И в основном переодеваемся В теннис В теннис Кроссовки я имею ввиду Не заморачиваемся Как по-нашему Правда? Я так же сама заметила это Думаю, бывает иначе Ну, зачем мне эта одежда Если никуда не буду ходить? Кто его знает, девочки? А может что-то в нашей жизни Поменяется И завтра нам нужна будет Очень классная одежда Так же сама говорят одежду Что одежду нужно отдавать Знаете почему? Потому что меняется мода Вот многие люди говорят Вот у меня фирменная одежда Она мне будет служить Неизвестно сколько лет Девочки, а зачем Она вам должна служить Столько лет? Мода постоянно меняется Мы меняемся Мы поправляемся Худеем Взрослеем понемногу У меня как-то скучновато Ходить постоянно в одном Не знаю Да, ну классно Одеть какую-то фирменную Может быть одежду Именно Не знаю Я что-то все время Именно в фирменной одежде Особенно не заморачивалась Для меня классно Когда одежда Именно элегантная Когда одежда Именно модная Стильная Пускай она и сезонная Дешевая Но тем не менее По крайней мере Можешь как говорится Порисоваться Да, вот Новеньким чем-то Представьте, да Вы купили эту фирменную одежду К примеру Ну хорошо, если допустим Это вот что-то такое Да, что вы можете носить годами А вот так вот У тебя лежит в шифонере Постоянно одно и то же Конечно, видно и престижно Правда? Немножко скучновато Девочки, напишите Да, конечно, я знаю У нас все борются за качество Потому что именно качество В наши дни тяжело найти Но немножко скучно Как вы считаете? Говорят еще, что одежду Нужно менять постоянно Потому что появляется стимул Покупать что-то новое И я правда заметила То же самое, девочки Вы знаете Когда лежит одежда Думаешь, зачем я ее буду Покупать что-то новое Если у меня оно есть А в шифонере Ничего не меняется Ходить по шопингам Нам всем нравится Правда? Ой, я балдею тоже Так что говорят Что лучше, говорится Отдавать одежду Которую не пользуешься Или бросать контейнера Чтобы у тебя был стимул Ходить по шопингам опять И покупать что-то новое И таким образом У тебя постоянно Обновляется гардероб Правда? Смотрите, как здорово Они выходят Женщины сейчас Делать йогу И вот я замечаю Что каждый вторник У них постоянно классы Ну, наверное, еще какие-то дни Может быть есть Ну, как здорово Правда? На свежем воздушке Возле моря Ой, смотрите Стало солнышко Кстати, что я хотела Еще вам рассказать Не знаю Заметили вы В предыдущем видео Что мы с дочкой Ходили И с зятем В ресторан И нас там надурили Ребята Мне так было Именно не по приколу Когда я посмотрела Именно монтировала видео Я как глянула Представьте Восемь евро Мы выпили всего лишь Две копы пива И нам их посчитали Два раза Представьте Перед нашим же самым носом Еще и не кто-нибудь А мой напарник С которым я работала Вот представьте, да Неудобняк Я тут рекламку делаю Все рассказываю А тут тебе Пум Дочке очень нравится Это бар-ресторан Честно говоря Но она говорит Честно говоря Никогда в жизни Не ожидала от них Что они вот так вот поступят И таким вот способом Люди теряют клиентов Кстати, вы видели Да, это не дешевый ресторан То же самое, что я заметила Именно в этом ресторане Мы постоянно заказывали Одни и те же тапы Иногда одну и ту же еду Примерно знаем количество И качество Сколько всего должно быть Мы постоянно заказывали Там вот такой вот пинчу Да, пинчу Это обозначает шашлычок И он приходил на такой подставке Да, вот горизонтальной Как буквой Г И шашлык висел вертикально Он так и называется Вертикальный Мы не заказали его в этот раз А заказали соседи И мы сидели смотрели Предложили нашему зятю Чтобы он заказал его Но когда принесли этот шашлычок Он говорит Нет, спасибо, не надо Раньше подавали Именно шашлык Когда падал почти до самого низа Вот такими громадными кусками Мясо было такое сочное А в этот раз принесли Буквально там, знаете Даже до половины шашлычка Именно мясо это не опускалось И кусочки маленькие Маленькие, знаете В принципе, я вам честно говорю Там хорошее качество Ничего не могу сказать И вы видели, какие продукты Свинина, говядина Всегда все свежее Из-за кризиса Уже обрезают Очень многие вещи В ресторанах Везде И я замечаю так же самое Что это не только здесь Даже вот я краской Крашу волосы Я заметила, что Именно в пакетах Не ложат уже Точно так же Как и было раньше Это во всех продуктах То, что именно упакованное Я замечаю, что Не доливают И не досыпают Если вы заметили Так же самое, как и я А напишите мне обязательно Потому что очень интересно Цена одна и та же А может быть даже Ее уценили там А там уже не то, что было раньше Вы знаете, обидно Но я понимаю этих людей Которые держат этот бизнес Но жизнь такая у нас сейчас пришла Правда? Ну что, мои дорогие Завтра у нас выходные Не знаю Утром я наверняка не работаю А вечером посмотрим Так что посмотрим Что мы завтра будем делать Ну а я, как всегда Оставляю вас этим Прекрасным пейзажем Осенний или зимний Называйте как хотите Потому что Танечке Уже надо вскакать на работу Зайдите, кстати Посмотрите это видео О недвижимости В Испании Возле моря Вам будет очень интересно Ну а я говорю вам До скорого И до завтра Пока-пока Отличного вам дня По-нашему кажут Бабы вечеряют Смотрите Раз Ой, все, два И я три Гляньте Давай И хрунтим мы печенечком С маслечком Обалдеть Вкусняка Начала с фурмой Съела, думала, что это арбузик Мы ее надурили И она съела фурму Фурма была вкусная Как яблоко А теперь это мы ужинаем А корм стоит Сделали себе чайочек И вперед